Знаете ли вы, что печень способна восстанавливать собственные клетки? Но может ли она выдержать постоянное воздействие химических веществ, которые ежедневно поступают в наш организм? Как связана работа печени и питания? И как простыми кашами поддержать работу этого органа? В этом видео мы ответим на все вопросы и расскажем о наиболее полезных кашах. Функции печени Несмотря на мнение, что печень занимается только выведением ядов и токсинов из человеческого организма, ее функции намного разнообразнее. Во-первых, она отвечает за основные обменные процессы. Без печени невозможен метаболизм жиров, белков, глюкозы, холестерина, а также выработка ряда гормонов. Во-вторых, она играет важную роль в процессах кроветворения, поддерживает запасы крови, глюкозы, железа и витаминов. Без этого органа при значительной кровопотере человек не смог бы выжить, ведь именно печень восполняет эти потери, вырабатывая новую кровь. В-третьих, благодаря полноценной работе печени мы чувствуем себя энергичными и можем вести активный образ жизни, а наша иммунная система способна справляться с многочисленными негативными воздействиями на организм. Помимо иммунитета, от работы печени напрямую зависит здоровье сердца и сосудов, пищеварительный и репродуктивный сфер человеческого организма. Сбои в работе этого органа существенно повышают риск развития сахарного диабета, гормональных нарушений, включая нарушений функций щитовидной железы, а также создают нестабильность нервной системы. Что убивает печень? Всем известно, что этот орган страдает от вредных привычек. Но не только алкоголь и наркотики способны нанести вред печени. Неправильное питание, в котором много соли, жира и различных химических добавок, также наносит серьезный урон этому органу. А учитывая, что подобные пищевые привычки могут практиковаться ежедневно, то и ущерб накапливается очень быстро. О чем многие не задумываются, так это, что здоровье печени зависит от образа жизни человека. Пассивный образ жизни, как это ни удивительно, также вредит этому органу. Объясняется это просто. Постоянное поступление калорийной пищи с большим содержанием жиров увеличивает нагрузку на печень, а накопление жиров приводит к набору веса, что также бьет по этому и многим другим органам. Активный здоровый образ жизни – наилучший способ решить эту проблему. А еще правильное питание, одним из ключевых элементов которого является употребление каш. Почему именно их и какие группы наиболее полезны для печени – об этом расскажем прямо сейчас. Каши для печени Первой в списке стоит овсянка. Кто не слышал о пользе этой каши? Но чаще всего отмечают ее преимущества для различных диет. Однако это далеко не главное достоинство овсяной крупы. Она помогает наладить работу пищеварительного тракта, снять обострение гастрита и панкреатита и даже ускорить заживление язвы. Как ей все это удается сделать? Дело в том, что овсяная крупа имеет способность абсорбировать лишний жир, снижая калорийность продуктов и надолго обеспечивая чувство сытости. Но главное – овсянка выделяет клейковину, которая покрывает защитным слоем слизистую оболочку желудка. Благодаря своим свойствам эта клейковина не только защищает желудок, но и снимает воспаление и заживляет очаги гастрита и язвы, а также снижает кислотность желудка. Кроме этого, овес влияет на метаболизм других продуктов и снижает риск развития диабета, поскольку имеет сравнительно низкий гликемический индекс. Однако, как и другие полезные продукты, овсянку нужно употреблять в умеренных количествах. В ней содержится фитиновая кислота, которая накапливается в организме. И если уровень этой кислоты превышает норму, то она способствует вымыванию кальция из костной ткани. Также нужно учитывать, что наиболее полезны цельные зерна овса. Хлопья, проходя несколько стадий переработки, теряют часть полезного состава овса, а каши быстрого приготовления содержат еще меньше необходимых витаминов и минералов. Также стоит учесть, что овсянка противопоказана людям с целиакией, заболеванием, которое выражается в непереносимости белка злаков. К счастью, встречается она очень редко. Вторая каша, которая должна быть в рационе и которая способствует работе органов ЖКТ и печени – это манка. У манной каши есть несколько неоспоримых достоинств, и все они подтверждены научными наблюдениями. Во-первых, это схожая с овсянкой способность обволакивать стенки желудка и пищевода, тем самым снижая кислотность и убирая изжогу. Во-вторых, манная крупа содержит вещества, которые способствуют выведению токсинов. В-третьих, она богата антиоксидантами, которые препятствуют развитию злокачественных опухолей. А еще она обладает высокой энергетической ценностью, благодаря чему манкой можно быстро и основательно наесться. Отдельно стоит сказать, что манка на воде показана при хронических заболеваниях почек, мочевого пузыря, пищевода и желудка. Каша номер три, без которой сложно представить здоровый рацион, это гречка. Она способствует нормализации работы органов желудочно-кишечного тракта и печени, улучшает отток желчи, а также выводит токсины. При регулярном употреблении гречневой каши печень начинает лучше перерабатывать и усваивать микроэлементы, минералы и витамины. В результате у нее накапливаются ресурсы для противостояния авитаминозу и развитию анемии. Для очистки печени гречку хорошо сочетать с кефиром. Для этого выбирайте гречку высшего сорта, а кефир с небольшим процентом жира. Крупу необходимо обдать кипятком и высыпать в глубокую миску. Затем залить ее кефиром и поставить в холодильник на всю ночь. Утром перед употреблением такую кашу подогревают до комнатной температуры. После того, как вы съедите кашу, нужно выпить стакан теплой воды и в течение часа ничего не есть. Завтракайте такой кашей 10 дней подряд. Это достаточный курс приема, чтобы основательно почистить печень от накопившихся токсинов. Еще одна важная для здоровья печени, да и всего организма каша – это пшенка. К несчастью, в последнее время она вытесняется из нашего рациона другими крупами. А ведь раньше пшеная каша была традиционным блюдом на столе наших предков. Собственно, в детских садах и больницах до сих пор на завтрак часто дают именно пшеную кашу. Чем же она так важна для ослабленного организма, что входит в обязательное меню лечебных учреждений? Пшено богато антиоксидантами, фосфором, железом, натрием и магнием. Она хорошо абсорбирует и выводит токсины и яды, а липиды в составе этой каши улучшают жировой обмен. Поэтому пшенка полезна при колитах, нарушениях обменных процессов и отравлениях. Также она поддерживает сердце, снижая риск сердечного приступа и нормализует давление. А вы едите эти каши? Какие еще крупы считаете полезными для здоровья? Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!